Шаолинский монастырь Он пришел в Шаолинский монастырь более 30 лет назад. А этого послушника монастыря зовут Синин. Он наш соотечественник, русский. В Шаолинь приехал четверть века назад. Он был первым из России, кто приехал к нам учиться. Сегодня его знают в России как Алексея Маслова, профессора, доктора исторических наук, одного из самых известных российских ученых-китаистов. И всем кажется, что жизнь в монастыре или жизнь послушника это жизнь только в тренировках, на самом деле нет. Хотя во всем мире монастырь более всего известен тем, что здесь живут великие мастера боевых искусств, но это лишь видимая оболочка монастырской жизни. Это жизнь в строжайшей дисциплине. В необходимости постоянно понимать то, что хочет от тебя учитель. Он никогда ничего не объясняет. Он всегда пытается передать тебе ощущения. Ощущение покоя. Ощущение того, что все, что снаружи, все отвлекает. Как только избавляешься от искушений, тогда начинаешь постигать собственную природу и сущность. Нет лучшего способа узнать людей, чем долгое время пожить вместе с ними. С этим монахом Алексей Маслов провел несколько лет в одной келье. Сын Цзюнь стал не только наставником, но и другом Алексея. Господин Маслов – первый человек не только в России, но и на всем Западе, который сумел принять, а потом передать знания о шаолиньской культуре. Сегодня Алексей Маслов является в России президентом Национальной Федерации Шаолиньских Боевых Искусств. Китай от тебя требует вещей, которые ты не очень понимаешь. Тебе, например, говорят, во время удара должен быть выброс энергии. Надо, чтобы энергия из твоего кулака, эта энергия Цзи, вылетала до того, как еще кулак дойдет до точки. Как это можно понять? Как это можно объяснить? Трудности были в самом начале. Например, телодвижение. Ведь он не учился шаолиньскому стилю. Иностранцы, которые изучают ушу, делают так. Ты пытаешься бить как можно сильнее, включать весь удар в корпус, как делается в боксе, как делается в других видах боевых искусств. Это главная ошибка всех иностранцев, а мы делаем так. Но ему удалось научиться этому за очень короткий срок. Когда я пытался наести удар, он в это время очень сильно толкал меня в спину. Причем так, что я несколько раз падал буквально лицом в грязь. Он говорит, вот видишь, вот именно так энергия должна вырываться из тебя. Она должна тебя выносить. Кулак – это ничто. Просто выстави кулак и выброси энергии, она сама вылетит. Культура единоборств была известна и до Шаолиня. Но нигде ранее в боевых искусствах не применялось органичное единство двух начал – физического и духовного. У шаолиньских монахов одно невозможно без другого. То, чему ты учишься всегда в монастыре и вообще в Китае в целом, ты учишься терпением. В Китае можешь добиться всего абсолютно, или у тебя есть терпение научиться этой культуре, войти внутрь нее. Ты должен быть готов к тому, что пройдет очень много времени, чем с тобой вообще о чем-то заговорят. Жизнь в этом монастыре очень напоминает быт православной обители. Правда, в Шаолине помещения совершенно не отапливаются. И это является очень большой проблемой для европейцев, которые решили постигнуть тайны мастерства местных монахов. И вот он мне показал, как делали старые монахи. Это нагревается чугунный котелок, куда кладутся угли, или горячая картошка. Это китайский батат, то есть сладкий картофель. Все это ставится между ног. Сверху накрываешься теплым шерстяным одеялом, и сидишь, как в маленькой палатке. И вот не случайно зимой многие монахи спят сидя. Но особенно сближает православных и буддийских монахов отношение к личному имуществу и деньгам. В китайской традиции принято считать, что деньги доставляют монахам хлопоты. Все, что есть с собой – три комплекта одежды и коробка с едой. В России за последние 10 лет наблюдается настоящий бум интереса к нашему великому восточному соседу. Например, китайский язык изучают в двух сотнях университетов. И любопытно, что многие наши соотечественники от простого заучивания иероглифов перешли к освоению каллиграфии, искусству красивого письма. Этот иероглиф – Китай, а этот обозначает Россию. Вместе мы одна семья. Последний иероглиф переводится как «родственники». Значит, мы с вами родные люди, братья. Именно так, как родного человека, как брата принимали в Китае нашего соотечественника. Ведь китайцы хорошо помнят, что Россия всегда приходила на помощь в трудные для них времена. И в этой дружбе кроется главный секрет того, что монахи легендарного шаолиньского монастыря согласились посвятить в тайны своего боевого искусства русского Алексея Маслова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова